День на Думске Смотрите, пожалуйста Смотрим прямо сейчас видеоматериал на эту тему С чем связано именно такое сообщение Вы узнаете в этом видеоматериале И вернемся, будем подробно обсуждать В Одессе могут упростить процедуру выдачи оружия Активистам жизни и здоровья, которых может быть в опасности Кроме того, в полиции предложили составить списки общественников Находящихся под угрозой Такие заявления начали звучать после того, как 22 сентября В центре города было совершено нападение на одесского активиста Олега Михайлика Сейчас он находится в больнице Информация о выдаче оружия активистам пока находится на уровне слухов Заявил советник главы управления национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк Я слышал, что начальник ученика одесской полиции сказал, что фигурантам криминальных проведений Часудовых следств, досудовых следств, часудовых проведений Будет запропоновано как альтернатива не надавать охорону физическую А запропонованный, это им закон надает такую возможность Темчасово отримать травматичную оружие, кто желает Отметим, что согласно официальной информации МВД по состоянию на 2018 год На руках у граждан Украины находится более 1 миллиона зарегистрированного гладкоствольного и охотничьего оружия В придачу к этому, по данным Украинской ассоциации владельцев оружия Еще 5 миллионов единиц ходят по рукам и нигде не зарегистрировано Прибавило арсенала в руки гражданам и военный конфликт на Донбассе По официальной статистике, которую в конце июня озвучил главный военный прокурор страны Анатолий Матио После зоны военных действий вывезли более 400 тысяч единиц автоматов, гранатометов, пистолетов и гранат У нас в стране за 4 последних года более 40 тысяч производств за незаконный оборот оружия Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен Второй мировой войны Откуда взялись эти автоматы, пистолеты, патроны, гранаты и гранатометы? Это только то, что обнаружили правоохранители Обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое гуляет в государстве Так что у нас 400 тысяч неучтенного оружия гуляет вне закона Убежден, это оружие и зато Отметим, что активисты ряда организаций требуют выдать им оружие для самообороны В связи с участившимися на них нападениями Попробуем рассматривать этот вопрос с вами с юридической точки зрения Законности проведения подобных мероприятий Услышали в сюжете главную мысль Предоставляют возможность получить оружие вместо того, чтобы предоставить охрану То есть, либо нет охраны в соответствующем количестве Либо нужно дать оружие, чтобы они могли сами защищаться в любое время суток и даже дома Вы знаете, во-первых, я вам встречный вопрос задам в связи с этим А где гарантия, что они это оружие, которое они получат на руки Будут использовать, собственно говоря, для защиты себя и близких членов своей семьи А не в каких-то крамольных других целях Например? Разбой, бандитизм Еще половина статей Уголовного кодекса О чем вы говорите? Значит, нужно разобраться во всей этой ситуации Там, знаете, с самого начала, от Рождества Христова Значит, тезисно, пункт первый Ношение огнестрельного оружия в Украине Это деяние, которое Ношение и хранение огнестрельного оружия Это деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность По статье 263 Уголовного кодекса Украины Это первое Второе Бывают из этого правила исключения Исключение представляет собой Это ношение охотничьего оружия Ношение и хранение Для этого оно должно быть зарегистрировано должным образом И от органов полиции должно быть соответствующее разрешение Такое разрешение выдается в том случае Если особо лицо вменяемое, во-первых Во-вторых, прошло инструктаж И третье, ранее несудимое Ну, тут отдельно стоит заметить Что определенное количество из тех людей Которые себя на сегодняшний день называют общественными активистами У них достаточно богатое криминальное прошлое Поэтому стоит ли таким людям Предоставлять право на ношение огнестрельного оружия Либо даже травматического Ну, мне кажется, это вопрос риторический Теперь далее Существуют также исключения Есть отдельные категории лиц Которые законам предоставлено право на ношение Травматического оружия Огнестрельного С целью самообороны К ним относятся судьи и их родственники Сотрудники правоохранительных органов и их родственники Определенные категории госслужащих Военные Журналисты, кстати, ваши коллеги А также Вот дальше идет очень интересная формулировка Те лица, которые Берут Принимают участие в уголовном Производстве То есть на слайде досудебного расследования Либо судебного разбирательства Значит, я как адвокат Тоже принимаю участие В уголовном производстве И я скажу честно Как адвокат Для того, чтобы В определенной ситуации Быть более спокойным И уверенным в завтрашнем Я хотел бы Себе Травматическое оружие Получить на законных основаниях Когда я начал заниматься этим вопросом Я пришел в разрешительную службу Управления полиции И дальше Мне было разъяснено Что для того, чтобы Мне было предоставлено такое право Для этого Тот судья В производстве которого Находится дело В связи с которым И осуществлением мной Адвокатской деятельности Мне угрожает опасность Вот этот судья Должен принять соответствующее решение Что да, действительно Мне угрожает опасность Я с этим решением Тогда прихожу В разрешительную службу И тогда мне Выдают право На ношение Агентственного оружия Вероятно К чему я веду Это все Вероятно Вот эти активисты Считают Что они видимо Тоже являются участниками Уголовного производства Там где-то Может быть В качестве потерпевших А нередко И в качестве Подозреваемых Или обвиняемых И вероятно Они считают Что под эту формулировку И они тоже подходят И в связи с этим Им стоило бы Выдать Право на ношение оружия Прямо сейчас Услышим комментарий На эту тему Анатолия Бойко Глава Комитета избирателей Украины В Одесском регионе Анатолий Приветствуем вас Добрый день Ну говорим по поводу Упрощения Получения Оружия Самой процедуры Этой Для активистов Которым Угрожает опасность Именно Так Характеризуют Всю эту историю На ваш взгляд Это что Расширение Условий Получения Или это Ну Своего рода Невозможность Предоставить Необходимое Количество Людей В качестве Государственной Охраны Тем людям Которым Действительно Угрожает Опасность И вот Такая Компенсация За это Вот не можем Дать охрану Возьмите пистолет Если хотите Правда Нет На мой взгляд Это исключительно Манипуляция То есть Это манипуляция Со стороны Руководства Правоохранительных Органов Одесской области Которая Не желает Выполнять Свои Непосредственные Обязанности По обеспечению Общественного Порядка Безопасности И расследованию Резонансных Преступлений То есть Это Подмена Мы не будем Мы Мы не готовы Делать свою работу Насть вам пистолет Крутитесь Как хотите Это Это первый вопрос Это один момент Второй момент Это очень опасная Инициатива Которая может Привлестись С одной стороны К слову потребления Потому что Кто будет Решать Какой активист Требует оружие Какое не требует Очень интересно Кто активист Кто не активист Это один момент А второй момент Человек Который не умеет Обращаться с оружием То скорее Может нанести Больше вреда себе И может стать Еще и объектом Нападения С целью завладеть Этим самым оружием Да То есть Поэтому это Я считаю Что конкретно В данном случае Это просто Манипуляция Общественным мнением Со стороны руководства Правоохранительных органов Попытка Перевести Тему разговора Подменить Понятия Увести В сторону нас От обсуждения Эффективности работы Скорее Неэффективности работы Руководства И самих органов В степь того Что Ну вот Спасение утопающих Дело рук Самих утопающих Ну исходя из ваших слов Такой начальник полиции Такая полиция Исходя из ваших слов Эта манипуляция Будет Ну Завершена То есть Люди действительно Получат Возможность Приобретать Оружие По определенным Критериям Либо Это все Закончится В плоскости Разговоров Я предполагаю Что скорее всего Это закончится В плоскости разговоров Потому что Я слабо себе представляю Как будет Процесс организован Юридически Чтобы он не вызывал Нареканий Потому что еще раз Каковы критерии будут Кто Кому давать Кому не давать И вопрос Кто будет принимать решение Кому давать И кому не давать А с этим у нас всегда Как вы знаете Очень серьезные вопросы Которые Очень часто Выходят в плоскость Просто банальной коррупции В лучшем случае Ясно Спасибо вам за комментарий Спасибо, что присоединились Анатолий Бойко Глава Кио В Одесском регионе Да, Юрий Но все-таки Возвращаясь к вопросу Об организации процесса С юридической точки зрения Сколько это может Времени занять Если активист Действительно озаботится Этим вопросом Давайте так Нормативной базы Под это нет Вообще Вообще нет Значит Все, что На сегодняшний день Можно предложить Лицам Которые Вероятно Хотят Каким-то образом Иметь право На ношение оружия Значит Есть у нас Такой закон Про О вовлечении Граждан В обеспечение Громадских формувань В обеспечение Общественного порядка И охраны Государственной границы Значит Такой закон Действительно есть И Для того, чтобы Такие активисты Скажем Могли Получить право На ношение оружия Им тогда нужно Объединиться Зарегистрировать Такое общественное Объединение Устав Его должен быть Согласован С местным Ну С региональным Отделением Полиции Должен быть Исчерпывающий Перечень людей Которые входят В такое объединение И далее В том случае Когда они Этот согласованный Устав Регистрируют Создают Юридическое лицо То тогда Они могут Ходатайствовать Перед Областной Полицией Чтобы им Дали право На ношение оружия Вот в частности У нас Некоторые объекты Железной дороги Охраняются Так называемые Службы охраны ВОХР Вот ВОХР Это в чистом виде Это общественное Формирование По охране Общественного порядка Либо же Государственные Границы Иных способов На сегодняшний день Таким вот Активистам Получить право То есть единолично Активисты должны Еще раз Подчеркиваем Объединиться Чего они сделать Не могут Не судить Понимаете Могут они или нет Но то что Это Момент Достаточно Не могут Это факт Это то что мы видим Мы с ними часто обсуждаем Единолично Это невозможно На сегодняшний момент Поэтому Если говорить о том Сколько времени Это займет Ну сколько времени У нас занимает Принятие Того или иного Закона Ну если мы говорим О тем законам Которые Имеют какую-то Личную подоплеку И кому-то Конкретно выгодные То они у нас Принимаются Очень быстро Если мы говорим О важных и нужных Законах Которые нужны Всему так сказать Общества То они у нас Обычно Если Знаете Нужно Закон Чтобы никогда Не был принят Нужно его начать Обсуждать Вот они обсуждаются 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 Годами И так далее Поэтому Сказать что Естественным путем Такой закон Будет проголосован Быстро Ну я бы Не был таким Оптимистом Если это нужно Кому-то Конкретно Есть у этого Законолобби То есть Вероятно Это Какие-нибудь Объединения Которые Скорее всего Имеют политическую Окраску Ну Наверное Он может быть Принят быстро Но Снова таки Спрогнозировать Здесь очень сложно Тем более Что мы на пороге Выборов Как вам кажется Вообще Факт Получения оружия Законным образом Его ношения И хранения Привлекательны Вы знаете Мое мнение Такое Все что не есть Должно быть Узаконено То есть Когда Это Есть четкий Перечень Требований К лицу Которая Желает Получить право На ношение Оружия И есть Механизмы Проверки Этого лица И он проходит Инструктаж Установлен В законном Порядке Это конечно же Привлекательно И это Вменяемого человека Это должно Привлекать В ситуации Когда это Не урегулировано Но при этом Существует Черный рынок Оружия И совершенно Никем он не контролируется Кроме тех Кто на этом зарабатывает Я бы сказал Что это Ненормальная ситуация Для страны Которая По крайней мере Декларирует Что она хочет Стать правовым государством Внедрять европейские ценности Ну к тому Что если действительно Так произойдет Что будет упрощена Процедура получения оружия Не появится ли у нас Больше Скажем так Активистов Не появится ли у нас Больше активистов Которым Угрожает опасность Вот Не приобретет ли это Своего рода характер Ну не удвоит ли Количество активистов Просто-напросто Как вам сказать Я думаю Я думаю Что это На самом деле Не совсем Связанные вещи И Количество активистов На количество Людей Которые хотят Иметь оружие Ну как Один из способов Получения оружия Есть Условно говоря Адвокатом Ему завтра не стать И Ну скажем Журналистом тоже Активистом На самом деле Лицо же Никто Не Не мешает Получить Например Право на ношение Охотничьего оружия Другой вопрос Что там Охотничье ружье Ты в карман не спрячешь И В троллейбусе С ним не поедешь Наверное Вот То есть На текущий момент Если мы говорим О вреде Который может Принести Вот такое Вот упрощение Ну я бы сказал Что Не вижу я корреляции Между этими Двумя Понятиями Я думаю Что И так У нас Все кто Хотят получить Законным способом Это делают Все кто Хотят где-то Купить Там Со спиленными Номерами Или Там С какой-то Криминальной Историей Огнестрельное оружие Они тоже Находят Эти возможности Вот И носят Это при себе И это Нередко Касается И людей Которые называют Себя Общественными Активистами То есть Вы считаете Что это не путь Кому нужно Тот И так Найдет возможность Передости Спасибо вам большое Юрий Григоренк Юрист Прерываемся ненадолго И продолжим Дождитесь Редактор субтитров А.Семкин